Эти люди живут в тишине. Кто-то из них родился без слуха, кто-то полностью или частично потерял его в силу каких-то обстоятельств. Но эта утрата не помешала им жить полной жизнью, играть, учиться, работать и дружить. А благодаря техническому прогрессу и помощи властей, они могут, не выходя из дома, связаться по скайпу с диспетчером регионального общества глухих, узнать последние новости или записаться на приём к врачу. Это наш клуб, второй дом. Что нужно, я всегда обращаюсь к трудопереводчику или к диспетчерскую службу. Что нужно, я всегда обращаюсь с помощью, предоставить трудопереводчику. Надо было сегодня идти к педиатру. А у юного сына Любови Карабугаевой, как и у каждого из нас, есть своя заветная мечта, в исполнении которой он искренне верит. Как тебя зовут? Жауль. А сколько лет? Семь. В школу ходишь уже? Да. В какой класс? Второй. Тебе нравится учиться? Да. Кем хочешь стать, когда большой будешь? Полисийский. В Карачаево-Черкесской республике сегодня более 2000 слабослышащих людей. Причины потери слуха у них разные. Болезнь, травма, наследственность. А вот последствия всегда одинаковы. Недоразбитие устной речи, особенности восприятия и, как следствие, возможная изоляция глухого человека от общества. Лишение его полноценного общения. Впрочем, глухота не приговор. В региональном отделении Всероссийского общества глухих слабослышащие могут не только получить помощь сурдопереводчика, но и провести время в приятной компании за чашечкой чая или заняться спортом. Помощь заключается в том, что, скажем так, у глухих очень ограниченный словарный запас. В связи с этим им очень сложно воспринимать информацию, которую обычные люди в обычной жизни воспринимают как вполне разумеющиеся. Поэтому приходится более простыми, ёмкими, понятными словами пережевывать эту информацию через себя, скажем так, и объяснять ему. Помощь выражается даже в том, чтобы где-то ему помочь в общении со сверстниками, также наладить ему контакт. Какую-то также помощь при посещении той же библиотеки, при общении с преподавателями. То есть в любом случае вся помощь заключается в общении. Многие знаменитости страдали от проблем со слухом. Людвиг Ван Бетховен, Джанжак Руссо, Виктор Гюго – все эти имена доказывают тот факт, что у нас всегда есть возможность реализовать себя и свои мечты, главное – желание и цель в жизни.